Сегодня система образования, это не касается не только города Владивостока, вообще это не давая проблема. Сегодня система образования, она декодирует, сегодня система образования, она сегодня находится в таком кризисном состоянии. Это главная тема форума руководителей образовательных учреждений и детских садов города Владивостока. Около 300 человек собрались вместе, чтобы обсудить проблему нехватки молодых педагогов. Ведь на сегодняшний день средний возраст учителей и преподавателей уже превысил отметку в 50 лет. «Прогрессирует старение педагогических кадров, дефицит педагогических кадров. И не секрет, что любой руководитель образовательного учреждения сталкивается с этой проблемой. И на данный момент, если не находить пути решения в данном вопросе, то через пять лет просто наступит кризисный поворот». По статистике, средняя зарплата учителя в Приморском крае за прошедший год составила 15 тысяч рублей, в то время как прожиточный минимум в нашем регионе чуть больше 11 тысяч. Такая перспектива не устраивает многих молодых педагогов и отталкивает их от работы по специальности. «Нет стимула у преподавателя, молодого специалиста, опять же, после трех лет оставаться работать в школе. У преподавателей опытных нет стимула оставаться в школе. Ну, я имею в виду финансовая составляющая. Я надеюсь, что нам расскажут, как сохранить контингент, как привлекать молодых учителей». Когда изменятся зарплаты педагогов, неизвестно. Поэтому руководители обсудили, как по-другому мотивировать и заинтересовывать подрастающее поколение. Один из вариантов, помимо существующих профориентированных колледжей и высших учебных заведений, создать школьные классы с педагогическим уклоном, чтобы воспитывать потенциальных учителей прямо со школьной скамьи. Правда, такая кадровая замена – дело не одного года. «Если мы в этом году наберем педклассы, это 10-11 классы, это пока они обучатся, потом они должны пройти профессиональную подготовку. То есть это еще как минимум 4 года бакалавриата, ну то есть это лет через 5-6, ну такая отдаленная достаточно перспектива». Помимо того, что не хватает именно молодых учителей, некоторые руководители обеспокоены еще одной проблемой – кто сменит их на высоких должностях. «Какие-то нам кардинальные меры прямо нужно принимать, чтобы, во-первых, у нас был резерв руководящих работников, а во-вторых, чтобы директора школ в преддверии 1 сентября не испытывали нужды в педагогах». Сегодня кадровый кризис в педагогической сфере – это проблема не только Приморья, а всей страны. А между тем, во Владивостоке, благодаря программе Игоря Пушкарева, за последние 6 лет в сферу образования пришли работать почти 600 молодых специалистов. В качестве мотивации каждый из них получает единовременную выплату в размере пяти должностных окладов. Ежемесячные выплаты в размере 150% от оклада на протяжении трех лет работы. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на восьмом.